Здарова, братцы! Вы на основном канале AndroNews. Ребятки, сегодня мы будем говорить на достаточно актуальную тему. Я бы даже сказал, наверное, самая хайповая тема за последнее время. Все вы знаете, что не так давно компания Xiaomi представила свой самый интересный фитнес-трекер. Вообще, во всем мире это самый популярный фитнес-трекер. Речь идет о Mi Bandi 5. И, вы знаете, даже у нас на канале, не имея самого фитнес-трекера на руках, видео набрало более полумиллиона просмотров. У некоторых около ляма. Что это означает? Это означает, что этот продукт сильно востребован. Его хотят все, не только фанаты Xiaomi. Его хочет какая-то домохозяйка, его хочет какой-то там пижон. Его хотят буквально все. То есть, вот вы смотрите влево-вправо. И если вы подойдете, расскажете о функциональности этого фитнес-трекера, его захочет взять даже ваша соседка Баба Клара, понимаете? Потому что это просто невероятно полезный и доступный продукт. И вот вы сейчас все это переварили. Все ждут Mi Band 5, как второго пришествия. И вот сейчас можно заказать его в Китае. В скором времени появится глобальная версия. Все такие, дайте мне Mi Band 5. Кстати, мы прямо сейчас разыгрываем целых 5 штук Mi Band 5. Если вы еще не приняли участие в розыгрыше, сделайте это прямо сейчас. Условия максимально простые. Детальная информация будет по ссылкам в описании. Нужно поставить палец вверх, подписаться на канал и написать адекватный комментарий. В общем, опять-таки, детальная информация будет по ссылке в описании. Так вот, возвращаемся к теме. Практически каждый человек хочет себе Mi Band 5. Это мега-хайповый продукт. А что, если я вам скажу, что прямо сейчас от тех же Xiaomi продается устройство ничем не хуже, а то и лучше, нежели Mi Band 5? Речь идет об устройстве от их суббренда под названием Halo LS05. Ну, название такое себе, Halo, да, ассоциация есть. Но люди же покупают Huawei, да, и рады. Они там какие-то на втором месте по продажам в мире, прям молодцы. Вот Huawei, Halo, да. Вот, но мы должны понимать, что это детище Xiaomi. Halo LS05. Давайте-ка, чтобы не быть голословным, я сразу покажу, что они из себя представляют. Расскажу об их технической части. А после этого мы уже с вами определимся, стоит на них обращать внимание или нет. Вот такая вот коробочка, они ко мне приехали. Вот, Halo LS05. И называется еще Halo Solar. Вот таким образом они выглядят. Я уже напялил их на руку. Так, давайте, снимайтесь. Вот, поглядите. Это полноценные фитнес-часы. Вот выглядят они как часы. Чтобы вы понимали, материалы корпуса здесь металл. Металл за 33 бакса. 33, мать его, бакса. Полноценные часы. Полноценные часы, поглядите, да, выглядят симпатично. Ну, для полного сравнения, смотрите, вот у меня в правой руке Mi Band 3. Да, я понимаю, что Mi Band 3, Mi Band 4, Mi Band 5 немного отличаются. И тем не менее, вот таким образом плюс-минус у вас будет выглядеть Mi Band 5. Вот таким образом выглядит Halo LS05. Давайте будет их назвать Halo Solar, потому что LS05 так и так, да. Вот, смотрите, да. Какой вариант вам нравится больше? Можете принимать участие в голосовании. Либо же можете написать в комментариях. И я еще взял вот такие вот копии Apple Watch. Вот, это дешманская старая копия. Для чего я взял? То есть, они стоили там в районе 50 баксов. Вот, для того, чтобы высказать свои впечатления по поводу ремешков. Вот, потому что на Halo Solar ремешок похож на ремешок тот, который используется в Mi Band 3. То есть, он приятный на ощупь. Он, когда у вас висит на руке, нет никакого раздражения, ничего. То есть, все приятно. Это же я могу сказать про Halo Solar. А вот берем какой-то дешманский вариант. Вот он, да, стоит 50 баксов. И здесь ремешок, я помню, носил. У меня бы аж красное такое пятно появилось. Поэтому, нахрен такие варианты. Они нам не нужны. Нам нужны Halo Solar. Но, опять-таки, к самим часам еще вернемся. Давайте-ка посмотрим на комплектацию. Вот такой упаковочке они поставляются. Смотрите, на тыльной панели все расписано. На передней панели вот такой вот красивый принт. Давайте посмотрим, что же у нас внутри. Вот так. Смотрим. Так, все лишнее в сторону. Нет, ты не лишнее, ты возвращаешься. Вот такая вот макулатурка. Она мне нужна, поэтому все это мы тоже отбрасываем куда-то в сторону. Иди, падла. Вот. И смотрим на зарядное устройство. И сейчас будет магия. Вы помните, да? Вы помните, чем хороши Mi Band 5? Магнитным зарядником. Смотрим. Опа. И здесь та же история. Так вот просто берем, подсоединяем. Хлоп. Вставляем в блок питания. И красота. И красота. Не нужно вытаскивать никакие капсулы. Здесь все гораздо проще. А здесь защита от дураков. Видите, этой стороны нифига. Хлоп. И здесь все нормально. Все, мы с этим разобрались, да? Зарядка здесь просто царская. Теперь давайте посмотрим на ремешки. Да, я уже высказал свое впечатление, что тот стандартный ремешок, который идет в комплекте, он вроде бы ничего. Но если вдруг он вам не понравился, вы берете вот так вот, отстегиваете и вешаете свой. Без проблем. Вообще. Мне кажется, в этом плане все очень хорошо. Так вот, у нас на тыльной панели у нас имеется стекло, под которым там датчики расположены. Потом пластиковая такая вставка и сам корпус, лицевая часть выполнена из металла. То есть по материалам корпуса за 33 доллара, это просто Зоровское решение. Вот. И вы должны понимать, на рынке сейчас существуют также какие-то случаи с Mi Band 5 и остальными. Есть китайская версия этих часов, есть глобальная версия этих часов. Вот. Давайте мы их наденем на руку. Вот. Не так уж все просто в этом плане происходит. Теперь давайте-ка я вам расскажу об их функциональности. Что они вообще из себя представляют. Во-первых, обращаем внимание на экран. Ребятки, это полноценный круглый экран. Не так, как там в первых умных часах, помните, ну, нижняя часть была обрубана, если не ошибаюсь, Motorola все это принесла. Здесь полноценный круг. У нас TFT-шка, матрица. Вот, 240 на 240 точек. В целом, я только что выходил, пытался на солнце рассмотреть, что происходит. Ситуация плюс-минус такая же, как и с Mi Band'ами. Под прямыми солнечными лучами видно хреново. Нужно вот так вот присматриваться, но в итоге вы время увидите. Здесь есть несколько стандартных циферблатов. Я пользовался вот таким. Почему? Потому что здесь сразу же показывается у нас и пульс, то есть сердцебиение, шаги, вообще пройденное расстояние, вот, в километрах. И сожженные калории. Насколько... Еще, кстати, погода. Погода отображается в Одессе. Вот, и насколько все это отображается сейчас корректно, я не могу ответить. Почему? Потому что я ими пользуюсь два дня. Это чисто такое ознакомительное видео. Вот, к нам уже подъезжает глобалка, и после этого будет полный обзор. Сейчас мне хочется просто понять, вам интересен этот продукт или не интересен. Так вот, чем он отличается от Mi Band'а 5, если мы говорим о функциональности? Ну, во-первых, экран, да? Мы видим, что он здесь намного больше. Чем он хуже? Здесь нет NFC, поэтому о бесконтактных оплатах можно забыть. Для Украины, как бы, все равно, Mi Band'a здесь не работает. А вот россиянам нужно обратить внимание на этот момент. Второе. Здесь нет датчика измерения насыщения крови кислородом. То есть я знаю, что этот датчик принесут только в глобальной версии Mi Band'a 5, потому что в китайце его нет. Но здесь, в принципе, этого и не будет. Вот. Что я еще могу отметить? Пульс здесь измеряется непрерывно, постоянно. Вам не нужно там нажимать кнопочку, где-то ждать там какое-то время, да, я его показал пульс. Нет, он измеряется непрерывно. Это плюс. Еще одна киллер фича, да, несмотря на габаритет, сейчас такие думают, слушай, ну раз они такие большие, значит, они хреново держат заряд. Да, вот Mi Band'a, чем они хороши? Я их надел, там, три недели-две хожу, здорово с руки не снимаю. Здесь такая ситуация. Производитель заявляет до 30 дней работы на одном заряде, вот в режиме ожидания. То есть, ну, можно сказать, если вы будете хардкорно их использовать, то есть, ну, плюс-минус, там, две-три недели тоже вам будет хватать. Мне кажется, что этого вполне достаточно, учитывая, что вы получаете корпус в таком форм-факторе. Мне они прямо вот реально нравятся, это классика. Если бы Google выпустила с таким вот дизайном часы, у меня бы претензий не было. Ну, понятно, что они установили бы, там, получше экранчик, там, динамик, была возможность, там, карточку eSIM, да, установить, то есть, вся бы эта функциональность была. Здесь этого нет, но вы должны понимать, стоимость всего-навсего 33 доллара. Это неполноценные умные часы, как, допустим, там, выпускают Galaxy Watch Active, есть и Galaxy Watch. Вот, это что-то, вот, знаете, наподобие Huawei Watch GT 2i. Те самые фитнес-часы, у которых нет операционной системы, они тоже живут долго на одном заряде, вот. Но у них там есть всякие ништяшки, да, там, в зависимости от версии. Где-то есть, там, динамика в Huawei Watch GT, вот, где-то динамика нет в Huawei Watch GT 2i. Но уведомления здесь приходят так же, то есть, допустим, если к вам отправляют уведомление какое-то в Телеграме, вы его просматриваете как сообщение, идет такая легенькая вибрация, вы просматриваете его как сообщение. Это же касается вайбера и так далее. Вот, все это сейчас приходит, даже на китайской версии часов, отображается все на русском языке. В этом плане проблем никаких нет. Но, опять-таки, если мы говорим о тех же Galaxy Watch Active, да, вторых, вообще, на операционной системе Tizen, там у вас есть возможность сразу же удалить сообщение, и у вас это сообщение удаляется и на смартфоне. Кроме этого, у вас есть возможность голосового ввода. Здесь всего этого нет. То есть, это история для тех, кто, знаете, поставил изначально там приложение, в данном случае это будет Halo Fit, и устанавливается на следующем образом. Вы просто при первом включении у вас появляется QR-код, вы смартфоном сканируете, у вас устанавливается приложение, там есть английский язык, есть даже русский, но русский кривой. Но, опять-таки, мы говорим сейчас о китайской версии часов. На глобальной версии, наверное, ситуация как-то изменится. Вот, там же вы можете мониторить фазы сна, все это там есть. То есть, все данные вы можете просматривать в приложении. Но, насколько я знаю, я сам был пользователем Mi Band в четверток, я никогда не залазил в это приложение. Ну, вот, как-то вот, они мне висели, приходят уведомления, будильник, классная тема, да, то есть, он будет только вас, не всю вашу семью. Здесь та же ситуация, этот же трюк можно провернуть. Мне кажется, это достаточно удобно. Поэтому, если вы установили на вас приложение, потом надели часы на руки, либо фитнес-трекеры на руки, вам не нужно каждый раз потом юзать это приложение. Это просто, нет никакой такой острой необходимости. Как правило, человек надел, он смотрит погоду, он смотрит время, он смотрит, может посмотреть на свой пульс, количество, там, пройденных шагов, на расстояние, вот, уведомления принимает и все. Это самая простая функциональность. Я думаю, что большего требовать от гаджета за 33 доллара не стоит. Поэтому, в первую очередь, люди, мне кажется, будут выбирать по внешнему виду. В любом случае, в любом случае, вы должны понимать, что с точки зрения ПО, Mi Band будет однозначно лучше, потому что ни у кого из производителей нет аналога Mi Fit. Mi Fit это просто царское приложение. Вот здесь же Halo Fit, и сейчас оно выглядит, ну, скажем так, так себе. Ну, а если смотреть на мой опыт с предыдущим продуктом бренда, это было Halo LS01, мы записывали обзор. Вот сначала приехала китайская версия, и все такие, о боже, что вообще происходит, как он меряет шаги, как вообще... Это просто был мрак. Но, опять-таки, это суббренд Xiaomi. Вначале продукт выпускается для китайского рынка, там, тестируется на китайцах. Потом это все идет на глобальный рынок, и потом это все доводится до ума. Сейчас те люди, которые купили Halo LS01, они, по большей части, довольны. Вот я посмотрел на форум, никто их не скажет, все говорят нормально. Поэтому я взялся, собственно говоря, из-за этого продукта. Это означает, что со временем и эти часы в плане ПО доведут до ума. Да я уверен, сейчас к людям начнут приезжать Mi Band 5, они по классу это сначала такие, типа, блин, ну что-то там не так. То есть, по-любому, будут какие-то косяки, нужно время, чтобы довести до ума. Фитнес-трекер это часы, смартфон. В первую очередь, это Xiaomi. А Xiaomi все время нужно купить за шаровую цену, а потом ждать, пока все это дело доведут до ума. Ребятки, первое впечатление по поводу Halo LS05 я высказал. Мне кажется, это достаточно перспективный продукт. Теперь все зависит от вас, от ваших комментариев. Вам нравится вот то, что я вам рассказал? Вам нравится то, как они выглядят? Вам нравится их функциональность? Вам нравится то, что на бумаге, то, что лежит на поверхности? Если да, тогда мы по-любому ждем глобалку, и я записываю свой опыт эксплуатации. Потому что мне, мне они понравились. Ну вот, ребятки, делитесь своим впечатлением. Спасибо за то, что пришли, спасибо за то, что посмотрели. Обязательно делитесь этим роликом со своими друзьями. Участвуйте в нашем розыгрыше фитнес-трекера Mi Band 5. Кроме этого, мы разыгрываем PlayStation 5. В общем, у нас тут весело. Если вы еще не подписались на наш канал, сделайте это обязательно. А вот сейчас, да пребудет с вами Android. Пока-пока. Продолжение следует...